А в области продолжается антинаркотическая операция МАК. Сотрудничая с населением, силовики ликвидируют дикорастущие плантации наркосодержащих растений. В Щегровском районе уничтожению дурмана предшествовало раскрытие преступления. Мужчину задержали за хранение наркотиков, а он пояснил, что раздобыл их в заброшенной лесополосе. В ходе следственного эксперимента участок с запрещенными растениями удалось установить. По словам экспертов, концентрация наркотических веществ в конопле располагала к нелегальному производству. Впечатляют и масштабы. Здесь в свободном доступе на корню стояло около 4 миллионов разовых доз. По методу линейной таксации было рассчитано примерное количество данных растений конопля. И примерно это составляет около 7 тонн. Площадь произрастания дикорастущей конопли примерно 1000 квадратных метров. Мужчина, который воспользовался этими ресурсами в особо крупном размере, задержан. За свои действия он ответит в рамках уголовного кодекса. Для остальных доступ к наркотическому сырью теперь закрыт. Растения скосили и превратили в пепел. В целом, за время проведения операции МАК для щегровских стражей порядка тревожные сообщения подтверждались не раз. Сотрудникам полиции также ранее выявлялся факт хранения жителям города Щегры наркотического вещества в особо крупном размере, по факту чего уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в настоящее время расследуется. Кроме того, выявлено также несколько фактов употребления гражданами наркотиков, нахождения в состоянии наркотического опьянения. Уничтожать крупные плантации конопли силовикам довелось также в Рыльском, Железногорском и Суджанском районах. Проверки идут и в остальных. Полиция напоминает, если вам известны факты незаконного оборота наркотиков, сообщайте об этом по телефону 02 с мобильного 102. Это поможет уберечь в том числе и ваших близких от пагубного влияния дурмана. Кристина Кононова при содействии Пресс-службы управления МВД России по Курской области.